Всем большой привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал, который называется Валентина Валентина. И сегодня будет обзор покупок из магазина Second Hand. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И также подписывайтесь ко мне в Instagram. Там я часто публикую посты, где не только одежду показываю, но и пишу какие-то советы, высли, делюсь с вами информацией. Давайте сразу приступать к тому, что я купила. Я бы хотела начать это с галстука. Я очень люблю галстуки. Для меня важен галстуки, это натуральность материала. Я обожаю шелковые, но чаще всего я выбираю галстуки по принтам. Касательно этого, это вот такое вот с собаками. И я не считаю, что галстуки исключительно женские, мужская издать гардероба. Мне кажется, женщинам очень красиво. У меня есть коллекция, и я думаю, в ближайшее время снять для вас такое видео. Моя коллекция галстука. Холчовые сумки. Опять-таки, у меня их, наверное, уже целая тонная коллекция, но вот еще одни. Это вот такая вот с девочкой, она милая. Она, в отличие от моих громадных шопернских сумок, такая миниатюрная, дама с собачкой. И она в билетике, что сейчас очень-очень популярно. Ну, а вот эта вот сумка просто сразила меня на повал. Это вот такие вот кролики с зайцем, бегущие в движении. Классная, она серая, и я ее сейчас ношу, практически не снимаю. Как брать, если брать моду касательно тенденции на верхнюю одежду, то в этом сезоне и на протяжении уже последующих двух сезонов очень модное пальто, одеяло, пуховики. Вот такие вот объемные, с громаднейшими воротниками. И вот такое вот. Это моей маме мы купили. Здесь весь акцент идет на шее. То есть капюшон, зона воротниковая, очень классная, объемная, красивая. Он длинный в пол, он силуэтный, он действительно такой изысканный. Но больше всего нам понравилась его цена. 200 гривен, в нем нет ни одного дефекта, и он очень-очень теплый. Даже сейчас я держу его в руке, и от него такая вот теплота исходит. Красивая фирма Angel Bustow. Я, если честно, такой не знаю. Ну, качество в самой баллоне достаточно хорошее. Следующая покупка. Это мама себе взяла пиджак Next. Он в полоску, и у него идет вот такой вот слегка закругленный край. Спереди, короче, сзади длиннее, сзади на шлице пуговички. Его можно носить с юбкой, можно с брюками, в принципе, сочетать с чем только. Совсем невообразимым. Классный, классный с джинсами будет смотреться. Даже с бойфрендами, джинсами, хотя они уже уходят. Но вот можно, в принципе, бойфренды, мамы с джинсом поэкспериментировать, попробовать. Это вот такая вот туника. Она серая, у нее здесь идет шнуровка на груди. Это фирма H&M. У нее очень красивый рукав, просто потрясающе расклешенный. Это размер десяточка. Длина такая, что как платье, вряд ли ее можно носить. И плюс она просвечивается. А вот с брюками, либо на юбку, либо с лосинами, это будет смотреться очень круто. Причем, видите, мы просто сочетали пиджак и эту тунику. И смотрелось как костюм. В принципе, можно даже в таком стиле обыгрывать. Еще одно покажу вам платье-тунику. Сразу хочу сказать, что эта вещь идет на продажу. Это стопроцентный шелк. Это фирма French Collection, размер 6. Я измерила себя, на восьмерку спокойно подходит. Очень приятный к телу, очень классная цветовая гамма. И если вам понравился, ищите его на шафе, на моей страничке, в инфобоксе есть все ссылки. Я давно хотела себе пижамный костюм. Нет, это не пижама, это именно пижамный костюм. Это кактусы, расцветка, умопомрачительная. Он бьет под глаза, и я буду носить его с кроссовками. Еще только не решила, какими белыми, либо зелеными, либо розовыми. Это будет улетный такой вот тандем. Я думаю, что незаметно и остаться в таком ракурсе невозможно просто. И в поездку обязательно со мной поедет. Вот. Следующая вещь тоже пойдет мне на продажу. Это рубашка Марка Пола. Она классическая, в полоску приталенная. Здесь небольшой декорюшами по линии застежки. Вот здесь надпись Марка Пола. Под воротником идет клеточка. И это классно смотрится, когда вот такая вот полоска-полоска, потом раз, так вот клетка выделяется. Его, конечно, больше прогладить не мешало бы. Но это у меня вещь идет на продажу, и я отдельно буду приводить ее в чувство. У нас складывать, делать фон и красиво фотографировать. Следующая вещь, которая у меня здесь представлена, это тоже на продажу. Это черное платье с глубоким декольте, V-образным вырезом таким. У него есть плечики, и у него потрясающие рукава. Просто с ног сшибательные. Платье действительно вечернее. Оно единичное в своем роде. Но на меня большое, а на маму оно комфортно садится. С ее ростом, как бы, ей не идет такая вот длина. Точнее, мне кажется, что ей идет, но мама чувствует себя некомфортно такой длине. Это действительно, вот, для Нового года платье будет шикарно. Ищите его тоже на сайте shop.ua. Еще одна вещь, это моя страсть. Просто это такие вот топы, очень такие женственные, с рюшами, на резинке. Его можно комбинировать и обыгрывать. Его можно даже, в принципе, как под юбку носить. А я почему-то вижу в нем фотосессию в воде, в море, когда, знаете, такой вот волосы слегка влажные, вода стекает. И вот такой вот он русалочного стиля топ будет смотреться круто. Следующая вещь, это мамына юбка. Это фирма Ralf Lauren. Она абсолютно новая. Вот бирки, вот все, вот эти кеточки, ничего не оторвано. Я хотела бы зачитать вам состав. Просто тут состав умопомрачительный. Сейчас, одну секундочку. Итак, здесь стопроцентный camel hair, стопроцентный шелк. То есть, получается, вверх это верблюд, внутри подкладка шелковая. Эта юбка теплая, она стильная, она такая вот богатая, она дорогая. Вы даже ее в руках приятно держали. Она изысканная. Стоила она, конечно, тоже изысканно, 160 гривен. Но мы покупали вещи по акции. Три покупаете, третья в подарок. Поэтому немножко, конечно, сэкономили. Но на маме юбка выглядит шедеврально. Я уже вижу, это вот пальто-халат такой же цветовой гамме. Грубые коричневые, либо черные сапоги. Такой вот макияж элегантный. И это будет очень-очень круто. Ой. Следующая покупка, это вот такой вот костюм цветочный. Это пиджак и юбка на запах. Очень такая вот необычная, неординарная вещица. И такой принт всегда будет смотреться стильно и очень-очень девочково подчерканто. И завершить это видео я бы хотела опять-таки аксессуарами. С чего начали, туда и вернулись. Я очень люблю шарфы. Просто вот для меня зимой, осенью шарфы, это, как доктор прописал, вот такой вот шикарный голубой шарф. Такой зеленую, красную, синюю полоску. Он изысканный, он с такой вот бахромой, он теплый. И любое пальто, какое бы ни было скучное, с таким шарфом заиграет. Три последующих шарфа я продаю. Тоже на шарфе. Заходите, смотрите. Вот такой вот черный, двумя белыми полосами. Он тоже очень теплый. Здесь в составе, это стопроцентный акрил. Но, если честно, я бы не сказала. Мне кажется, что здесь немножко шерсть есть, потому что он тоже такой вот теплый. И он элегантный, он такой вот изысканный. Вот этот вот вообще, мне он так нравится. Мне так безумно приятно смотреть на это сочетание цветов. Вот этой вот морской волны, изумрудной, в перемешку с красным, фиолетовым. Красный, переходящий в фиолетовый. Ну, это безумно смотрится, очень-очень стильно. Но вот здесь шерсть сто процентов есть в этом шарфе. И еще один шарф. Вот такой вот черный в красную клетку, либо красный в черную клетку. Тоже смотрится классно. Под красные губы, под красный аксессуар, допустим, перчатки, либо шапку. И классно, чтобы это были не в одной тональности, а выбивались немножко они по цветотипу. Ну, было бы очень-очень так вот стильно. На сегодня я вам показала все свои покупки. Надеюсь, это видео вам понравилось. Вы поставите палец вверх. А также напишите в комментариях, какая вещь вам приглянулась больше всего. А что вам не понравилось? Вот такой у меня будет новый вопрос. Просто интересно, что мне нравится из того, что я показываю. Не забывайте подписываться на канал, потому что у меня очень часто проходят конкурсы. Видео у меня на разнообразную тематику. И на каждого зрителя найдется свой контент. Всем спасибо. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok